Библейский портал экзегет.ру представляет Мы читали до сих пор о том, как по-разному вели себя цари, потому и название книги, цари израильские, цари иудейские по своим, собственно, каким-то разным причинам. Одни из них следовали за Господом, но их было довольно мало. И вот только что мы читали про прекрасного царя Йоши, который постарался очистить и удивить язычество. И гораздо больше было тех, кто так или иначе в это язычество впадал. В предыдущей главе мы читали о том, в каком кошмарном состоянии к приходу Йоши оказался Иерусалим. В самом храме, не то что где-то на улицах, не то что где-то там на высотах, которые постоянно упоминались, в самом храме Иерусалимском культовый блуд, какие-то колесницы солнца, непонятно какие жертвенники, каким богам. Вот Йоши от всего этого постарался избавиться, но после его смерти следующий царь, Яхоаким, он все это начинает возобновлять. Оказывается, что реформы с целью избавиться от следов язычества, они действуют очень-очень недолго. И это, конечно, имеет свои последствия, потому что, как мы читали, при том же сам Йоши был найден святых законов, в котором ясно обозначено, что будет с Израилем, что будет с его народом, если они не будут исполнять повелений завета, не будут исполнять, собственно, условий договора, заключенного ими с Богом. Это и происходит. 24 глава. В его дни, это царь Яхоаким, в его дни пошел на него войной вавилонский царь Новохадоноср, и Яхоаким три года подчинялся ему. Ну, то есть, он до этого был египетским ставленником, а здесь в Вавилоне как бы перезахватило Иудея. Уже самостоятельного правления в Иудее нет никакого, либо подчиняется Египту, либо Вавилону. Яхоаким три года подчинялся ему, но потом передумал восстал против него. Это было очень опрометчиво. Да, Вавилония огромная империя, и, конечно, она не терпит неповиновения. Господь насылал на него полчища халдейские, полчища арамейские, полчища муавские, полчища аманитян. Насылал их на Иудею, чтобы погубить его по слову Господню, которую он изрек устами слуг своих пророков. Описание боевых действий, но одновременно описание того, как Господь наказывает свой народ, как в исполнении этого самого завета, за отпадение от него. Так решил Господь поступить с Иудею, отвергнуть ее от себя за все грехи Минаше, за все сделанное им, и за кровь невинную, которую он проливал, наполняя Иерусалим невинной кровью. И простить все это Господь не пожелал. Есть войны, есть победы, есть поражения, но повествователь видит это все как историю отношения Господа со своим народом. Прочие о делах Яхоакима, которые он совершил, записаны в летописном свитке царей иудейских. И Хоаким приложился к правоцам, вместо него воцарился его сын Ехояхин. Это другое имя, хотя очень похоже. Царь египетский более уже не покидал собственной страны, потому что вавилонский царь захватил все владения египетского царя от потока на границе Египта и до Ефрата. Вот это спорная территория, то там Ассирия властвовала, потом Египет попытался, но Вавилон быстро его отогнал. Три великих державы. А Иудея – крохотная страна, которая между этими тремя державами пытается как-то выжить. Ехояхин высорился в возрасте 18 лет и правил в Иерусалиме три месяца. Имя его матери было Нехушта, дочь Алнатана из Иерусалима. Его поступки были злом, в очах Господа он делал все то же, что и отец. В то время слуги вавилонского царя Навуходоносора пошли против Иерусалима и осадили город. Вавилонский царь Навуходоносор сам пришел к городу, осажденному его слугами. И тогда иудейский царь Юхояхин сдался вавилонскому царю вместе со своей матерью, слугами, приближенными и евнухами. Вавилонский царь пленил его на восьмой год своего царства. То есть, чтобы город не брали штурмом, царь просто сдается в плен. Он, по слову Господня, увез с собой все сокровища Господнего храма и все сокровища царского дворца и разбил все золотые сосуды, которые сделал для храма Господнего царь Израильский Соломон. Он отправил в изгнание всех иерусалимлян, 10 тысяч знатных и уважаемых людей и всех ремесленников и кузнецов. Не осталось никого, кроме простых бедняков. Ну вот первое переселение в Вавилон еще до разрушения Иерусалима. Идея понятна, ассирийцы делали то же самое, но и ассирийцы делали обычно более радикально, выселяли полностью тот или иной народ. Товарищ Сталин в 20 веке тоже это любил. В Вавилоне не более экономно переселяют только элиту, элиту во всех смыслах, и знатных, и богатых, и ремесленников, и кузнецов. Потому что те, кто остаются, это простые крестьяне, они не могут организоваться, они не могут изготовить себе оружие, поэтому они безопасны. Да, вот пусть там себе землю потихонечку обрабатывают, ковыряются, а все, кто что-то умеет, мы у них уберем. Поэтому этот народ впадает вот в такое почти растительное существование, его можно не беспокоиться. Он увел Ехаехина в Вавилон, и мать царя, и царских жен, и евнухов, и вождей народа он тоже переселил из Иерусалима в Вавилон, и всех уважаемых людей, 7 тысяч человек, и ремесленников с кузнецами, тысячу человек, повторяется немножко здесь автор, и всех могучих воинов. Увел вавилонский царь с собой в Вавилон. В царе вместо Ехаехина вавилонский царь поставил его дядю Матанию и дал ему новое имя Цитке. Цитке воцарился в возрасте 21 года, он царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя его матери было Хамиталь, дочь Иеремии из Ливны. Его поступки были злом в очах Господа, он делал все то же, что и Хуяхин. Так прогневался Господь на Иерусалим и Иудею, что отверг их от себя, а Цитке восстал против царя Вавилонского. Вновь это повествование на двух уровнях. Народ восстает против своего Бога и терпит поражение, терпит изгнание, а на уровне земном царь иудейский восстает против своего очередного суверена, это в данном случае Вавилонский царь, против того, кому он подчинялся. До этого там были романы и разрывы с Египтом, с Осирией, но заканчивается все абсолютно одинаково. Большой царь нападает на маленького, уничтожает его город. И это ровно предстоит нам прочитать в 25 главе про Иерусалим и всю Иудею. Но обратим внимание, что вот эта двойственность причин, она постоянно присутствует. На самом деле вопрос не в том, правильно ли тот или иной иудейский царь восстал против великого государства, которому он подчинялся раньше, а вопрос в том, правильно ли народ себя ведет по отношению к своему Богу. Продолжение следует...